всем привет сегодня друзья буду подвешивать вот эту корягу и я на нее хочу повесить телать атмосферные думала может быть платицериум но здесь очень много вот этих вот тонких корешков и платицериум будет проблематически сюда сажать потому что он большой даже если его разделить и каждый кустик отдельно будет не то пальто я так думаю поэтому я решила вот на все вот эти маленькие насажать свои атмосферные тилансия сейчас они у меня живут вот так в аквариуме но мне это уже надоело и все-таки им здесь мало воздуха а света больше чем надо я так считаю ну проанализировав посмотрев когда они у меня стояли в стекляшках отдельно под искусственным освещением мне кажется что они себя чувствовали лучше а сейчас то ли мне надоело то ли реально там вот им воздуха мало и несмотря на то что я влажность там держу их все равно приходится купать почаще стоит пропустить там месяц не купать они уже теряют свой внешний вид поэтому я хочу сейчас их подвесить на корягу ну и как вы понимаете раз я буду разбирать сейчас этот аквариум значит у меня опять же будут какие-то здесь передвижки перестановки но все новое интересно поэтому не переключайтесь друзья следите за изменениями на моих подоконниках ну и конечно в конце видео вас ждет картинка что у меня получилось именно с этой корягой с окном спальне получилось вот так остался один аквариум с драгоценными орхидеями наверху молодые пестролистные филодендроны в кашпо поставила крестовник и диаскореи там у меня в кашпо стоят ледебурии и адениумы ну и просто так стоит адениумы и церапеги сандерсона вот так теперь будет выглядеть окно в спальне вот эти голубые кашпо они у меня были в кухне на подоконнике с кротонами но я решила для своих котов освободить на кухне пол под подоконника потому что сегодня мой плюшка был замечен на окне с гибискусами как он туда залез пролез но это понятно как залез на стол пролез между деревьев в окно глядел там снег шел шуршал по стеклам птички летали я когда увидела у меня чуть инфаркт не хватило но отдать ему должное он слез очень аккуратно ни один цветок не задел не свалил но думаю мне это не нравится решила я все-таки пол подоконника освободить отдать тем более что один аквариум у меня стилань семья освободился и я его сейчас помою и поставлю его на кухне в него составлю все кротоны хочу чтобы кротоны стояли в аквариуме тоже чтоб там влажности больше было а то они у меня подсыхают и клещик жрет вот это останется так на вопрос надолго ли друзья сама не знаю откуда я знаю что мне в темя 6 в голову в определенный день в определенный момент но мне нравится как всегда собственно перемены всегда радует всегда нравится что касается коряги хотела я ее повесить вот сюда вместо этой картины и вот этого горшочка с эпицей она как-то по-другому называется беленькими цветочками цветет сейчас не вспомню не буду вспоминать а я думала вот эту картину отвезти на дачу и вот ту лампу который на диване стоит отвезти на дачу тем более что именно этот диван я собираюсь по весне отвозить на дачу а сюда купить маленький аккуратненький диванчик новенький так вот я хотела повесить сюда корягу и на нее сделать телансия я их не буду привязывать я буду просто одевать чтобы можно было всегда их снять и как бы сказать замочить и опять на место повесить легко чтобы было и просто но вот я думаю что коряга вдруг она будет все-таки громоздко смотреться над диваном хотя здесь никто не спит но сын будет приезжать в гости он будет здесь ночевать естественно спать и вот я думаю отказаться наверное от этой мысли в общем пока еще не решила буду думать дальше а пока пошла мыть аквариум из-под телансии и мыть окно на кухне чтобы поставить назад все кротоны что получится покажу по поводу коряки думаю ну и конечно я вам сейчас покажу еще место которое я думала для коряги с телансиями как вы знаете вы уже у меня были видели что у меня свободных мест на стене нет единственно стена вот это с картинами вот друзья обратите внимание на крайнюю левую картинку я когда мужа попросила повесить сюда четвертую раму он говорит ну картины пока нету ярдовая пока воткнем вот такую она будет мне по глазам все время стягать и я быстрее сделаю в таком же вот варианте как те три и повешу потому что когда у нас диван был чуть чуть правее к окну у нас три картина висели посередине на дивана был все красиво хорошо но потом когда диван уехал ближе к проходу картины стали висеть не по центру и я решил повесить 4 ну вот как видите она мне бьет по глазам я все время на нее смотрю и думаю когда же когда же я тебя переделаю но вот пока не переделала это поясняю для тех кто спросит почему вот эта вот картина выбивается вот потому что никак не доходит руки распечатать и так вот здесь можно было бы над картинами повесить мне корягу здесь светлая комната за счет подсветки много здесь подсветки и красиво бы наверное они смотрелись тем более что мы здесь не спим мы здесь просто обитаем там когда там телевизор смотрим или когда гости или что а вот тот угол и вот проем над проемом вверх вот тот угол я рассматриваю для коряги для платицериума хочу вот туда как раз сделать какую-нибудь тоже красивую корягу и там платицериумы поселить и тогда как бы уместно будет и вот эта коряга стилань семья но здесь придется сейчас знаете что придется 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 дырки сверлить придется сверлить дырки а мне как-то не очень хотелось а вот там если вместо картины я буду лепить корягу то я просто я купила цепь на что они там цепляются карабинчики и я ее просто за крепление под полкой которой крепление зацепила бы и повесила в общем друзья буду думать а вы оставайтесь со мной если вам интересно результат моей работы вот таким образом у меня будет выглядеть окно на кухне плюмерия кратоны в аквариуме цирпус ну и здесь мои болотники и вот место для кошек посмотрим будут они пользоваться этим или нет понравится им или нет если не будут пользоваться окном я его быстренько заставлю это у меня не заржавеет как говорится все-таки я решила повесить сюда сняла картину убрала лампу уедет все это на сад здесь мне это не надо вот такой вот получился уголок пустой а когда большой диван поменяется на маленький будет вообще здесь свободно хорошо подход к окну будет наверно и листочек какая-нибудь станет еще с очередными цветочками ну вот посмотрите как у меня получилось я их просто на веточки посадила закрепила даже вот эти вот малявочки видите как они держатся это детки которые росли они от мамки отделились и вон она видите малюсенькая вот она малюсенькая деточка тоже от мамки отделилась я хотел всех вместе посадить и она отломилась пришлось ее отдельно сажать ну чё мне нравится я встала сейчас на диван чтобы немножко вот так вот сверху показать тоже вот так вот на цепи обмотала цепь и карабинчики вот так вот зацепила за эти задержалки так фикус можно туда поднять вот плетись там по полочке плетись там по полочке иди туда иди туда по полочке плетись и вот буду их просто вот так опрыскивать и воздух от окна даже когда направить время открываешь сбоку поддувает и дует ветер гуляет ну то есть воздух циркулирует и они должны дышать когда мне лень будет их снимать и купать я их могу опрыскивать на месте как кровать скажете вы клееночку буду стелить клееночку попшикала побрызгала клееночку брала все диван сухой тилансии влажные хотя их снять не проблема говорю еще раз я их не привязывала я их просто посадила на ветки а если чуть-чуть летом можно даже клеенку не стелить все равно же их не это я же не буду опрыскивать так чтобы с них текло а так чтобы они намочились позелене или попшикал чуть-чуть а летом даже если на диван попадет он высохнет но я буду лучше накрывать клееночкой конечно ну вот все друзья моя задумка осуществилась мне кажется она удалась и на окошке все очень симпатично и вот этот угол красиво сейчас на кухне окно будет пока таким если кошки не будут пользоваться вот этой привилегией значит заселим цветочки но посмотрю будут они охотно сюда лазить или нет я попробовал посадить они бегом они на ровшоке скажут мать какой-то подвох придумала сейчас посадит нас а потом будет ругать я их посадила они широкопытом надеюсь они привыкнут к тому что окно свободно и будут здесь сидеть не будут лазить по другим углам на этом мой репортаж закончен я говорю всем до свидания счастья вам и здоровья берегите себя и своих близких с вами была я любовь и мой садик цветов о